Невроза Мегаполиса Невроза Мегаполиса У нас пять блоков, пять месяцев, пять блоков. Первый блок, это первые два блока, это блок обучения, поскольку тревожнофобические расстройства основаны на знании клиента о том, что с ним происходит. И затем эти знания мы начинаем преломлять в саму психотерапию, для того, чтобы научить клиента быть самому себе психологом, самому себе психотерапевтом. Для того, чтобы это сделать, необходимо много клиенту объяснить и много клиенту научить. Первый месяц мы занимаемся симптоматикой и работой с телесными и психологическими проблемами. В это входит работа с панической атакой, с агорофобией, с навязчивыми мыслями, с избеганиями, с ритуалами. Дальше мы работаем с нашими мыслями и с нашими эмоциями. Учимся понимать, что же вызывает вегетативное напряжение. Прорабатывая мысли и эмоции, мы редуцируем симптоматику. То есть она у нас тускнеет, ослабевает и не так сильно нас пугает. На третьем блоке мы приступаем к изучению самого персонально каждого клиента группы. Исходя из этого, мы строим каждому ту или иную степень патогенеза и психогенеза, для того, чтобы понять, почему именно вы поимели то или иное расстройство, каким образом ваши детские отношения и ваше настоящее связаны с тем, что с вами происходит. Помните, мы в прошлом ролике рисовали схему невроза и схему депрессии. Вот эти схемы мы все начинаем рисовать для каждого конкретно. Построив эту схему, четвертый и пятый месяц мы занимаемся решением внутреннего конфликта и находим те или иные упражнения и процедуры для того, чтобы выровнять стратегии жизненные с обстоятельствами. Там у нас есть масса вариантов, что мы можем делать. Вот мы можем менять стратегии, можем менять отношения к обстоятельствам, можем прорабатывать те или иные незавершенные дела и в родительской семье, и с эмоциями, и с мыслями. В общем, суть к тому, что где-то к третьему-пятому месяцу мы уже начинаем работать более индивидуально, более глубоко. Первые два месяца мы обучаемся. Вот практика показала, что просто за месяц, за два это слишком поверхностно. Поэтому я люблю работать глубоко, я люблю работать более объемно. Поэтому приходите в группу, не стесняйтесь, вы будете у себя дома находиться. Пять месяцев вы сможете заниматься и развивать не только знания в неврозологии и знания в том, что с вами происходит. Но помимо этого мы поднимаем еще массу персональных тем, и ребята после групп понимают, что они не просто прекратили испытывать вегетативные и невротические симптомы. Они действительно стали лучше. Они действительно стали меньше злиться, они действительно стали по-другому думать. Они многие вообще пересмотрели многие вещи и пересмотрели многие взгляды собственные. Поэтому психотерапия это не просто паническая атака, агорофобия или какое-то либо избегание. Психотерапия это работа над личностью, потому что невроз это не болезнь тела. Невроз это не болезнь соматическая. Невроз это болезнь характера, болезнь личности. Где с одной стороны личность, а с другой стороны обстоятельства. Сталкиваются личностные особенности и обстоятельства. В итоге неосознанные эмоции выражаются в телесном и психологическом формате. Если хотите, мое личное определение невроза. Вообще определений неврозов очень много. Но чтобы вы поняли, как я понимаю невроз и многие мои коллеги, давайте определим это так. Что невроз это не телесная проблема. Невроз это столкновение внутри психики, ваших потребностей с конкретными обстоятельствами жизни. Выражающиеся в виде феноменальных телесных и эмоциональных проявлений. Телесные это вегетативные, эмоциональные это страх, тревога, беспокойство и так далее. Усиленное собственным незнанием. Вот и все. Усиленное собственным незнанием. Соответственно назад, если откручивать, как мы будем избавляться от всего этого. Мы сначала получим знания. Потом поймем, что с чем сталкивается. И решим. Добро пожаловать в группу. Я жду ваших вопросов в скайпе. Пишите в скайп, записывайтесь. Весь время осталось не так уж и много для того, чтобы успеть на 5-месячные занятия. До встречи. Увидимся в группе. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok